В России появился и стремительно развивается новый вид зоопарков, давно популярных в Европе. Контактные или трогательные. В них можно не только посмотреть на животных, как в обычном зоопарке, но и покормить, а главное потрогать, взять на руки понравившихся обитателей. Наш город не отстает от моды. Ни один месяц функционирует контактный зоопарк в одном из торговых центров. А месяц назад открылся в сквере на улице Советской Армии и сразу вызвал массу разногласий. Зоозащитники считают такие условия жизни животных неприемлемыми, называют издевательством и даже концлагерем для животных. Животные в таких зоопарках испытывают постоянный стресс от ежедневного контакта с толпой людей, калечатся и гибнут от слишком крепких объятий детских рук и падений на пол. Звери не имеют возможности спрятаться в укрытии и отдохнуть от назойливого внимания посетителей. Также в контактных зоопарках нарушаются санитарные условия содержания животных. Несколько сотен людей ежедневно проходят в верхней одежде, многие без бахил, приносят инфекции. В итоге заболевшие звери могут передать эти инфекции обратно людям. Естественно, мы хотим, чтобы люди понимали, что мы сейчас помогаем не контактному зоопарку сделать условия лучше, а мы помогаем животным для того, чтобы они в наиболее комфортных условиях. И люди приучались к тому, что даже для домашних животных, которых мы привыкли видеть, нужно создавать условия, в которых бы они могли жить комфортно и безопасно. Вот поэтому система сейчас трогательных зоопарков, она этому всему не соответствует, потому что животные ежедневно подвергаются стрессу, риску быть задавленными, задушенными. Как правило, печально, что у нас не только дети не умеют обращаться с животными, но и сами родители не объясняют им, что нужно делать, чтобы животному не причинить вреда. Между тем, для городских жителей это единственная возможность познакомить детей с братьями нашими меньшими. У маленьких рязанцев встречи с хорьками, енотами, овечками и другими обитателями парка вызывают настоящий восторг. Зоозащитники и основатели занимательного парка в результате нашли компромисс. Мы действительно рады, что руководство бывшего зоопарка теперь, они позиционируют себя как занимательный парк, действительно идут по направлению работы с детьми, именно пытаясь научить их грамотному обращению с животными и доброму отношению. Вот для животных сейчас создаются, мы вот и видим сами, и по сообщению с представителем руководства данного парка, то, что сейчас сделано уже укрытие, то, что животных нельзя теперь трогать, только при желании самих животных подойти ближе к ограде, касается крупных животных. Плюс ведутся работы по установке экранов для того, чтобы защитить животных от дороги и по очистке пруда. Это еще не победа, считают зоозащитники. Главная работа заключается в воспитании определенного отношения к животным в обществе, культуры общения с братьями нашими меньшими. Сейчас зоозащитники пытаются вывести эту проблему на уровень обсуждения с муниципальными властями и надеются на проведение по этому поводу круглого стола в администрации города. Продолжение следует...